Самый успех, наверное, удачный, скажем так, на данном кинофестивале. Этот вопрос... Ну, понимаете, вообще этому фестивалю уже 26 лет, если посчитать, сейчас 2018, создавался он в начале 90-х, когда была очень сложная ситуация с кино и с кинопрокатом. Фильмов снималось тогда довольно много, но рушился советский, потом российский кинопрокат, и фильмы, которые снимались, они не доходили до зрителя. Прошло 26 лет, и, в общем, проблем-то осталось, потому что хорошее российское кино, его достаточно, ну, не сказать, что много, но оно есть, но тоже его мало кто видит. То есть, как, видят блокбастеры, которые действительно выходят, выходят и доходят до зрителя. Вот у нас в представитель жюри здесь Антон Мегердичев, режиссер, который снял фильм «Движение вверх», который снял рекорд вообще в российском прокате, 3 миллиарда долларов, никто у нас никогда не собирал. Но это блокбастеры. А вот такое вот кино, ну, более простое, более какое-то не историческое, а кино, обращенное к каким-то простым вещам, к каким-то вещам, которые близки людям, живущим, и людям более понятное, оно, ну, оно не попадает в кинотеатр, и просто так устроен наш кинопрокат. И в фестивале, в общем, единственная форма, ну, одна из немногих форм возможности для зрителя посмотреть такое кино. Наверное, так. Спасибо, я вас поняла. Просто для меня это отличная возможность не смотреть кино дома и все новинки за последний год посмотреть, вот так вот за 4 дня. Ну, кстати, да, знаете, у нас тут даже вот среди членов жюри мы говорили, у нас многие фильмы, которые идут в конкурсе, видели до этого. Но видели, кто-то видел дома на компьютере. И это, конечно, совершенно другое ощущение. Вообще, я-то считаю, ну, я, наверное, один из последних магикан. Я считаю, что кино надо хотя бы первый раз, если это хороший фильм, смотреть в большом кинозале, причем не пустом, чтобы рядом сидели зрители. Потому что это такая театральная история, когда ты не только смотришь экран, но ты еще должен ощущать дыхание зала, а ты еще получаешь удовольствие от того, что зал где-то в одних и тех же местах смеется или плачет. И, в общем, это какая-то такая, ну, это, в общем, немножко такая религиозная история. Все-таки кино – это в какой-то степени, в какой-то степени… Немножко театр, немножко даже церковь в чем-то, ну, наверное, Богохольство говорю, но это неправильно, наверное, но можно так сказать. Кино – это какое-то общее действие, соединяющее людей во что-то. Во что – это уже другой разговор. Но соединяющие людей и объединяющие их эмоции, разные эмоции, там, где-то позитивные, где-то радостные, где-то трагические. Вот. Поэтому можно смотреть кино дома, наверное, и нужно смотреть кино дома, но второй раз. Первый раз все-таки лучше. Не та атмосфера, да, вы считаете? Просто нужно прочувствовать. Спасибо вам большое. Я, кстати, согласна с вашим мнением, потому что, ну, да, действительно, наверное, лучше все-таки первый раз ощутить полностью атмосферу, почувствовать рядом людей, их эмоции. Спасибо вам огромное. Для меня это большая честь и удовольствие с вами сегодня встретиться, пообщаться. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Удачи вам. Для влечения приза 26-го кинофестиваля «Риваткина России» попросим подняться на сцену всех членов жюри. Грам-при 26-го фестиваля «Риваткина России» и сочетаем фильму «Салют 7» режиссера Клина Шипенко. Мы приглашаем на сцену членов съемочной группы «Фильма-победителя» гулятор «Сарской Федерии» России, киноператор Сергея Останкова, народного артист России Владимира Матвеева, Валерия Филонова, Сергей Коренков, Михаил Сахулин. Прошу подняться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok